итак дорогие друзья следующее наше занятие мое обучение будет заключаться в том что сделать фигуру без каких-либо к контуров то есть одними градиентами немножко посложнее но хорошие в этом плане дома обучающий момент будет то есть я сейчас даже не буду ничего рисовать буду делать только из контуров так вот беру зажали shift получаем вот такую голову потому что мы будем делать кулу панды так мы и сразу назначил радиальный градиент отключил какой-нибудь навек на контуры так и здесь естественно мы возьмем какой-нибудь вот такой серый этот уничтожим это подведем суда на чем же контурном на контур не нужен нам нужно вот это дело то есть вот я кликну сейчас здесь этот уберу и поставлю сюда здесь могу так немножечко посветлее сделать это же раздвинуть границы вот сюда вот так далее далее мы возьмем с вами букву а включим кликнем здесь 6 зажмем начнем поднимать на ёлки два раздвинуть границы все я надеюсь да вот теперь вот сделали естественно порушилось тут что-то но мы сейчас сделаем следующее возьмем штыречек этот вот карточек вам пандал сделаем во во всяком случае вот есть он даже еще и покажем маленько пойдем наверх это дело вот так будет лучше хорошо теперь нам надо сделать ухи ну мы просто-напросто сейчас что сделаем мы сейчас скопируем это дело ctrl c ctrl c и начнем уменьшать вот такое ухо сделаем все равно и вернем вот сюда и скажем дорогое ухо монтаж впереди пожалуйста назад вот вот ухо сзади отлично сейчас мы им и займемся но все помнят что ухо ухо у сейчас мы вот сюда перебросимся здесь тоже сделаем очень темно и где-то будем искать так чтобы у нас с этой стороны был более-менее свет сейчас 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 посвятил я начнем делать это много вот так и подвигать сюда будем сейчас ну только так чтобы не сильно а чтобы оно идеально нет все-таки линейных так этот уберем немножко плохо видно сейчас я приближу чтобы мне было более-менее видно я хочу вот белый отсюда попустить не белый а вот этот темный вот так вот вот так вот с таким бликом я хочу да вот так отлично теперь я возьму ctrl s ctrl f и сделаем маленький вот так уменьше так где-то так и перевернул вот здесь эта кнопочка перевернул градиент в итоге я получил вот такое ухо объемное хорошо идем дальше теперь просто можно это все сделать сгруппировать объект сгруппировать и потащить с помощью альта вот сюда придерживая shift вот так ну естественно отзеркалить нам это не помешает правда так окей все мне даже это больше нравится ухо потому что оно как бы немножко вышло за края и стало более пандовским вот такой у меня как-то вроде как больше в душе так ну а теперь давайте сделаем черные вот эти глазницы не глазницы но черные пятнышки здесь такие у глаз что делает их особо так умильными этих панд ну тоже возьмем сейчас так посмотрим сейчас какой градиент лучше сделать попробую вот этот да такой вполне возможен но лучше я думаю все таки здесь наверное попробовал идеально только наоборот вот нет все правильно было ну остановимся все таки на линейном больше для этих целей единственное что сейчас возьмем нашу палочку-выручалочку и развернем его он должен быть вот тут вот так ну естественно форму надо менять сейчас мы это сделаем букву а два 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 так оставим единственное что возможно мы где-то и вот сюда дальше немножечко провелочь но и вот так пока оставим хорошо теперь давайте сымитируем веки в веке и перевернем его так это многовато я сейчас попробую вот этим воспользоваться градиент вот этим теперь я переверну так это мало вот так подводим 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 вот так отлично так есть и внизу теперь тоже такое сделаю чуть-чуть тень вот так он трубцы контур скажем трансфер мюзикально отражение по горизонтали и верхняя часть мы чуть-чуть так уберем вот тут получается вот такая штука у нас вот так это можно даже чуть-чуть прижать тоже вот это тоже так это вот сейчас посмотрим издается что это слишком сейчас мы их за счет вот этих дел откроем как нам нужно вот вот так хорошо подгоняем 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 в этом и прелесть этих вещей когда мы работаем только с градиентами как сейчас вот вот . хорошо отлично следующее это нам нужен глаз надо сделать глаз так я тут наносить центр глаз глазик, глазик, глазик ну пока вот таким я его себе вижу это глазик вот так так и тоже ему градиентик, но градиентик сделаем голубой мы сразу возьмем вот отсюда голубой какой-нибудь так и вот этот потянут можно брать прямо из палитры же, правильно? поэтому я сейчас этот подкину сюда выключу так не получилось мы можем еще посветлее сделать окей ну надо привыкать к этому так белый, совершенно белый окей вот так будет лучше гораздо вот чудный глазик, ребята но это еще не все теперь поиграемся с нашим направляющими можем сюда сделать можно сюда но давайте в центре остановимся пока вот так ну-ка да вот так можно сделать отлично хорошо и теперь еще раз шторм с шторм фа и делаем зрачок так зрачок делаем но он у нас должен быть черный естественно сейчас мы только сделаем сейчас мы только сделаем заменим это на серый эти все получим серый сюда вот где-то так тем же чешками тут можно все регулировать вот это самый лучший способ готово ага получился глазик так ну может быть слишком большой давайте чуть поменьше хотя вы знаете если сейчас сделать ему рефлексы рефлексы чисто белые скажем так только после этого можно посмотреть сделать сделать вот один рефлекс большой без каких-либо и пару маленьких тут допустим и вот тут маленько что получится у нас есть тогда вполне нормальный глазик все отлично сейчас мы это делаем все соберем в одну так ну это нужно будет отключить иначе я не получу этого слои так где у нас голова панда вот она да давайте мы ее зажмем пока чтобы она не мешалась и вот ага теперь ухо мешается ну понятно внизу так теперь мы это делаем с группиров и тоже передвинем сюда и развернем так где у нас трансформировать зеркальное отражение по вертикали есть единственное что сейчас я посмотрю это мне не совсем нравится разгруппировать и посмотреть как нам лучше сделать но пока вот так оставим это все рейс все все что в